Компания Elephant Group и сеть кинотеатров Cinema Park представляют Привет ценителям хорошего кино! Вы смотрите передачу Кинотайм. Как говорится, поиграли, поэкспериментировали и хватит. Возвращаемся к полноценному киновыпуску. Но не отчаивайтесь, два раза в месяц мы будем дарить вам симматические короткометражки. Итак, в Кинотайме вы увидите обзор новинок недели, рецепт от Кинодоктора и Киноновости. Приступаем! В этом выпуске вы увидите Герои боевиков возвращаются, ведь это неудержимые два. Триллер «Укрытие» Историческая драма «Прощай, моя королева» И «Морское путешествие в Швили-Ластами 2» Пора перезарядить оружие Ты в деле Дождались! В кинотеатрах стартуют неудержимые парни Объявляю вас жертвой и ножом! Вы представляете, это же детская мечта собрать всех в УХС-героев 90-х годов. Да к тому же еще Чак Норрис присоединился в команду «Олдстайл». Сталлона, Стэтэм, Ли Лунгрен, Норрис, Крюс, Кутюр, Хемсворт, а также Ван Дам Уиллис и Шварценеггер. Единственный вопрос, куда дели Микки Рурка? Или все-таки после ванильной роли в «Айрон Мэн 2» его не взяли в компанию настоящих мужчин? Что картина «Неудержимые», что картина «Неудержимые 2» проходят под девизом «У этих парней есть порог в проховницах», если вы понимаете, о чем я. Для тех, кто в танке, напомню краткий сюжет второй части. Во-первых, снова диктатор. Во-вторых, снова возволение девушки, что мы уже видели и в первой части. А вот главного злодея фильма сыграет единственный неповторимый Жан-Клод Ван Дам. Фильм стартует уже 16 августа в кинотеатрах. И да, из-за одного. Можно уже бежать в кинотеатр и наслаждаться. «Неудержимые 2» Кинодоктор возвращается в свой личный кабинет, чтобы порекомендовать вам фильм для домашнего просмотра. Здравствуйте! Сегодня у меня уникальное вскрытие. Южнокорейский пациент. Олдбой Пхан Чан Ука. Необычный микс из восточной эстетики и западной философии, получивший признание не только у себя на родине, но и в Европе. Большой приз жюри на Каннском фестивале. Говорит сам за себя. «Олдбой» – невероятно стильный фильм. Режиссерская работа в нем, ну, просто на высоте. Чего только стоит! Пятиминутная сцена драки в коридоре. Главный герой долбасит отморозков. С ножом в спине. Картину можно растаскивать на цитаты. Нет лучшего лекарства для раны, чем месть. Настолько великолепное творение получилось у режиссера. Итак, на крыше новостройки стоит человек в щегольском костюме. Его руки исколоты странными знаками. 15 лет он провел в одиночке неизвестно за что. Был выпущен на волю непонятно почему. И желает отомстить за себя и свою убитую жену, сам не зная кому. С первого взгляда может показаться, что картина всего лишь о человеческом месте. Но не делайте поспешных выводов. Попытайтесь взглянуть немного глубже. На мой взгляд, шикарная история болезни. Ознакомьтесь. Рекомендую. Далее на очереди рубрика «Киноновости» от Андрея Горового. Ну что же, это «Киноновости» в полях Андрея Горового. Здравствуйте. Пиле получит собственный биографический фильм. Кинобиография легендарного футболиста будет приурочена к чемпионату мира 2014 года, который пройдет в родной для него Бразилии. Фильм покажет историю взросления живой легенды, начиная с детства до первого выигранного мирового турнира. Пробами на экранизацию обладает владелец футбольного клуба «Нью-Йорк-Осмос», который, собственно, и выступил с инициативой. Жаль, что только биографию Виктора Анопка никто не снимет. Браво, Ренат! Пришелец Альф вернется в полнометражной картине. Права на любимый сериал из детства приобрела Sony Pictures. Как заявляет студия, образ инопланетного поедателя кошек не изменится. Лишь в некоторых сценах куклу заменит компьютерная графика. Режиссерское место пока вакантно, но уже известно, что в будущем фильме Махнатый Пришелец вновь заговорит голосом Пола Фаска, который и озвучил Альфу в оригинале. Ну, а хотя нам-то что? Главное, чтобы в русском дубляже вновь был Александр Клюквин. Именно так. Оглашен список кандидатов в триквел неудержимых. Продюсер брутальной картины о непрошибаемых парнях из 90-х, Аве Лернер, решил заняться кастингом еще до выхода второй части. Уже известно, что Николас Кейдж согласился сняться в продолжении. Сейчас ведутся переговоры с Харрис Нелфордом и Клинтом Иствудом. Лернер также хочет видеть во франшизе новоявленного пенсионера Уэсли Снайпса и надеется на возвращение Микки Рурка. Может, они хоть анопка возьмут? Ведь рубил же парень 90-х-то. Майкл Фелпс может сыграть Тарзана. Тихо! Ренат! Знаменитый пловец и обладатель многочисленных рекордов решил закончить свою карьеру после Лондонской Олимпиады. А теперь готов покорять все новые и новые высоты. Студия Warner Brothers сейчас ведет переговоры со знаменитым спортсменом по поводу его участия в ремейке старой киноленты. Забавно, что в первой экранизации «История о Тарзане» снялся Джонни Вайсмюллер, легендарный пловец 20-го века. Это были самые интересные новости прошедшей кинонедели. С вами вновь Андрей Горовой. Еще увидимся! Как и принято летом, кинотеатры погружаются в легкую дремоту. По одной громкой премьере в четверг, остальное постольку поскольку. Но и среди этого можно выбрать что-то по душе. Например, к прокату выходят еще три новинки. Я знаю, что это убьет тебя, Джеймс. Я знаю. Да говори тебе, она шлюха. Круто! Первая эта историческая драма «Прощай, моя королева» описывает быты нрава и французского двора. Случалось ли вам чувство отвлечения к женщине? И ужасно страдать, когда ее нет? Кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите. Кому будет интересен фильм? Скорее всего, любителям костюмированной драмы, поклонникам французской писательницы и тем, кто фапает на Дайан Крюгер. До свидания! Второй фильм «Укрытие» – драма о наследнике, у которого губительные суперспособности. Нет, его не ударила молния. Да это что еще за поебота? Джеймс Фурланг унаследовал удивительный дар. Если ему делали больно, то вокруг немедленно умирало все живое. Люди, животные и та же растение. Проклятие, которое заставило его сбежать от всех. Кому можно посоветовать посмотреть фильм? Думаю, для тех, кто устал от мейнстрима и хочет вдохнуть свежего воздуха после жаркого дня. Это уже не остановить, если бы мы встретились раньше. Укрытие. Я не боюсь тебя. Останься со мной. От создателей «Шевели ластами». Третья картина для самых маленьких. История о кругосветном путешествии черепашки «Шевели ластами 2». Что вы здесь делаете? Мы ищем наших дедушек. Их забрали в аквариум. «Шевели ластами 2». Ого, похоже, это весело. 16 августа в 3D. На этом все. Кино на сегодня. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал «Элифант Раша». Ставьте вот такие штуки, ведь они нам очень нравятся. Тем более, что у меня день рождения на этой неделе. Смотрите кино и любите кино. С вами была Алия Оливайшина. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok